Друзья, друзья, друзья. Алло. Да, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Что вы будете? Ну, я вас приветствую. Алло. Тут братья пошли на благовестие, провожаю. Так, что-то у вас все перевернуто так это, ну ладно. Бочку, я вас не вижу практически. Не видите? Да. Так, минутку, подождите. Добрый день, Игнатий Тихонович. Зовут меня Степан. Степан, у меня дядя Степан, отцов брат родной. Вот, слава Богу. Игнатий Тихонович, поняли, да, я Юлин муж? Ну, я вас никогда не видел, но теперь буду знать. Ну, я просто с ее скайпа звоню, поэтому, я думаю, у вас определилось. Ну, мы только что пришли. Сегодня у нас собрание, занятия тут, день такой напряженный. У нас день, это день нашего сайта и форума. Угу. Игнатий Тихонович, у меня к вам просто, как бы, ну, разговор наш не стоит записывать. Я не знаю, будете вы со мной разговаривать, нет. У меня к вам большая помощь. Я уже разговариваю, Степан, я уже разговариваю с вами. Ага, ага, хорошо. Вопрос такой, не то что вопрос, а просьба. Я просто смотрю на вот то, что сейчас с женой с моей происходит, процесс какой-то неконтролируемый. Я понимаю, что там у нее, ну, какой-то интерес к вам, то есть ей нравится ваше учение. Я сам смотрел видео ваше. Очень интересно, познавательно. Но вот мое мнение как мужа, как главы семьи, душегубительно. В плане каком? Все, что вызвало это в моей жене, это только одно осуждение сплошное. Она у меня перестала причащаться, она у меня считает теперь, что она не крещена. Соответственно, делаю вывод из того следует, что мы, скорее всего, теперь, по ее мнению, и не венчаны, наверное, неправильно, и дети незаконно рожденные. Я не знаю... Игнать Тихович, я человек маленький, да? Вот в плане своей профессии я вам много чего подскажу. А в плане богословия я просто, наверное, очень глупый. Но одно знание точно. А вы думаете, кто по специальности вы будете? Я экономист-менеджер антикризисное управление моей специальности. Вот. И как бы долго не рассуждаю, очень хотелось бы, чтобы вот это вообще не... Ну, оно очень душегубительное. Я очень вас прошу, очень прошу, не выкладывать видео, если она все-таки будет вам звонить. У нас дошло до того, что сейчас распространяется... Это вы просите ее визитки распространять в Храме. Так, подождите, я последний не понял. Что я не должен делать? Не общайтесь ради Бога, на нее это углубительное действие. Я на нее ни разу... Так, Степан, давайте сразу договоримся, что вы маленько спрашиваете. А то вы говорите, а это не соответствует действительности. Я ей ни разу не звонил ни по телефону, ни здесь. Какой с меня спрос-то? Нет, никакого, никакого. Но если будет звонить, имейте в виду, это против моей воли. Так, ну, я не знаю про это. А я что должен делать тогда? Не принимать звонки. Игнатич, я очень вас прошу просто вот этого не делать. Потому что вот я вам сейчас рассказал все, что происходит. У меня жена полгода не причащается. Ну, подождите, при счастье полгода. Мария Египетская 47 лет не причащалась. 47. И никто из этого не преследует. Ну, Мария Египетская, наверное, не знаю. Я еще раз говорю, я не могу с вами здесь как бы спорить и доказывать... Да нет, я просто сведения вам даю. Я не спорю вообще никогда. Хорошо. Так, теперь я слышал такое от нее. Будто бы у вас знакомый священник, кто называет нас сектанты секты. Было такое? Было. Ну, так это же безумные слова. Посмотрите же, ролики стоят. У нас служба идет. С архиереями к нам приезжают. Московской патриархии-то. Если мы сектанты-еретики, всех епископов надо отлучать. Ну, что говорите-то? Игнатич, я не совсем понимаю, как бы... Вот здесь я с вами согласен. Я не совсем понимаю ваши идеологии. Я сколько вас слушал, она очень какая-то вот... По моему мнению, наверное... Ну, не описуйте меня. Немножко хитрая такая. Вот, простите, не обижайтесь. Нет этого симпатия. Непризнание воинства. У меня жена против воинства. Ну, давайте, я говорю, деканонизируем тогда Дмитрия Солонского. Давайте тогда Иванова воина деканонизируем. Кого? Почему такое? Мы в РПЦ... Игнать Тихонович РПЦ принимает. Ну, почему столько осуждений священников вертикали власти в церкви? Вы поймите, может быть, вы правы, Игнать Тихонович. Я в церкви с детства, я знаю всю подноготную в церкви. Какие священники? Я прекрасно знаю, но я знаю одно. Когда эту информацию даёшь девушке или какому-то слабо духовному человеку, она его отравляет. Её нельзя давать. И вот сейчас жена моя эту информацию получила, слушая ваши видео о том, что в церкви не так, как в церкви не так. И она неправильно её поняла. И теперь она ходит и считает, что она самая умная. Она теперь раздаёт ваши визитки, говорит, истина только у Игнать Тихоновича. Причащаться я не буду, пока полного погружения не будет. Ну и что? Ну как? А про полное погружение очень спорный вопрос. Про недействительность крещения. Оно может быть действительно нужно погружать. Но то, что человек крещён неправильно, это не говорит о том, что он не крещён теперь для церкви. Ну так же? Или нет? Я скажу, Степан, вы вроде сильно взволнованы. Да, правильно. Но это говорит о том, что там правды нету. Где человек в таком состоянии, вы просто задумайте сейчас. Нам надо с вами поговорить по-хорошему, а вы в разгорещённом состоянии можете сказать, даже раскаиваться будете потом. Может быть, Игнать Тихонович, я с вами соглашусь. Тогда давайте сделаем так. Вот я всё, что от этого разговора хочу, пока, да, пока мы с вами не поговорим, очень вас прошу. То есть, если мы с вами одинаково смотрим на положение мужа в семье, я своей жене запрещаю звонить вам, пока. Пускай не звонит. Вот, если она будет всё-таки звонить, имейте в виду. Просто я вам не говорю, что не берите трубку, но имейте в виду, это против моей воли. Сами принимайте решение. Я, конечно, вас прошу. Что ты должен сделать, Степан, дорогой, скажите? Я никому не отказываю. Почему я должен здесь сделать исключение-то? Не пойму. Вы меня ломать начинаете так. Я вас не трогаю. Я вас не задеваю. Ей не звоню. Ко мне какие претензии? Нет претензий. Нет претензий. Претензий нет. Вот лично по моей жене она сама виновата, что как бы к вам пришла, я считаю. Вот. А вопрос в другом. Я вас просто прошу. Просто имейте в виду. Вот будет у меня звонок, имейте в виду. Это против моей воли. Да. И я когда успокоюсь, как вы говорите. Да, я разгорячён. Мы пришли со службы. Жена тайком от меня раздавала визитки вашего сайта. Настоятелю это не понравилось. Я ей сказал, что делать этого не нужно. Если ты хочешь общаться, общайся. Ну не надо никакой проповеди нести. Потому что я пока вижу, что ты не окрепла. Вот. Она делает против моей воли. Мне это не нравится. Вопросы какие-то есть ко мне? Нет, Игнат Тихонович. Всё. Вот это всё, что я хотел вам сказать. Пока всё. Если что-то нужно будет, я взять. Не уходите пока, что надо поговорить будет. Хорошо. Хорошо. Вы имеете знакомых священников, которые со мной не встречались, ни разу не беседовали. Они дают вам информацию о мне. Игнат Тихонович, про вас в интернете информации больше, чем в досье ФСБ в любом. Это о чём говорит? О чём? Вы про Путина почитайте, что пишут. Про Путина. Его и судят, и расстреливают, и всё. И что теперь? Игнат Тихонович, я говорю про то, что вы видео столько выкладываете о себе, о своей идеологии, что о вас можно судить только по этому. Так, а где моя идеология, Степан? Назовите по пунктам. Где моя идеология? Ну, она не может быть разбита на пункты. Идеология бывает разная. Ну, хорошо. Идеология ещё вот оставит конкретно. Где моя идеология? Как называете её? Пожалуйста, покажите. Чтобы видно было, что моя. А не то, что её нарушили. Правила Господня. А я о нём напоминаю, как Андрей Кураев это говорит. Игнатий ничего своего не говорит. Он просто поднял, говорит, целые пласты, которые мы забыли. Почему Андрей Кураев это видит, а вы не видите? Нет. Игнатий Тихонович, я просто не понимаю. Я немножко не люблю... Просто, да, в церкви сколько этого... Этого очень много в церкви. Вот такого вот двоякого, и вашим, и нашим. Мы вроде бы не признаём, допустим, да, мы не признаём крещение. Но, тем не менее, у некрещённых полностью священников мы прочищаемся. То есть, я ещё раз говорю, мне что сейчас признать, что я никогда в жизни не был причащён? Ну, вот как по вашему? Я этого не говорил никогда. Откуда вы берёте это? Вы не со мной... А почему? Дорогой Степан, вы не со мной разговариваете. Вы с кем-то, с выдуманным человеком под моим именем. Я ни одному не человеку это не говорил. Зачем меня трогать-то в этом вопросе? Если они крестят неправильно, нарушено, все до одного правила... Не причащать, вы не говорили. Я сейчас говорю, не говорил. Я говорю, если ты готовишься к окрещению, тогда воздержись от причащения. Он меня спрашивает, а я ему отвечаю. Я могу не отвечать, но тогда из меня что сделали? Вот заметьте, маленький пример. Седьмая глава Деяния Апостолов. Степана побивает камнями. Кто? Ревнители. И он говорит, кого из пророков не гнали? Отцы ваши, не вы. Кого? Ни одного пророка нет, чтобы не гнали. Так они виноваты были. Не виноваты. Они говорили правду. Вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. И... Прошу прощения. У меня телефон, я с телефона звоню. У меня это... Зазвонил. Немножку паузу. Была. Вам слышно, нет? Да, 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 слышу. А то тут у нас сейчас перед собранием пели. Я включил, я думал, вы отошли. Так. Вот какое дело-то. У вас, если какой-то вопрос, вы его запишите. А потом с этим вопросом подойдите к батюшке и спросите. Батюшка, вот вы говорите так, а Игнатий говорит так. Как говорит об этом Святая Библия? Как каноны говорят? Мы же не православные давно уже стали. Над нами весь мир смеется. Ну где это видно, чтобы слюнями крестить или песком-то? Это Сатана даже не придумал. Я только немножко... Вот мне объясните цель вашего... Вот вы когда об этом говорите, да? Да. То есть, вот как правило, если человек об этом говорит, значит, он знает, чего хочет. Конечно. Что вы хотите, вот тем самым, что вы говорите, допустим, не отправлять детей в армию. Ну, я с вами не общался, это то, что мне жена говорит, да? Да. Вот, может, поправьте меня, если где-то я неправильно говорю. Нельзя служить в армии. Креститься нужно всех перекрещивать. Значит, к священству вплоть до того, что там... Ну, священники, там жизнь определенной критерии. Он должен быть там... Не должно быть отношений до брака. То есть, там до 30 лет. То есть, что вы хотите? Вы хотите, чтобы церковь сейчас деканонизировала святых, перекрестила православных, растригла священников, которые неправильно рукоположны. Если вы этого не хотите, зачем об этом говорить? Я напомню вам. Вы начали говорить с крещения. Когда я об этом говорил, никто ничего не знал. Я 35 лет уже боюсь. И сейчас патриархи все заговорили. Крещение неправильное. Патриарх Алексей выступает об этом. Об этом говорит... Он святитель Лука еще об этом говорил. Патриарх Алексей II сказал, не крестить там, где нет полного погружения. Это уже не Игнатий говорит. Ну, это он кому сказал, Игнатий Тихонович? На епархиальном собрании московским... На этом сказал для всех священников... Правильно! Игнатий Тихонович, вот вы сами сказали правильно. Но для священников, зачем мне, глупому простому христианину, или моей жене, женщине, которые... Вот ей это зачем знать? Она теперь ходит бедной и считает, что Христа нет с ней. У нее нет евхаристического общения. Она не причащается. И она считает, что... Это еще не говорит, что не причащается. Это говорит о том, что человек внимательнее к себе. Павел говорит, многие больны, немало умирает, когда недостойно причащаются. Степан, это же написано... Бог будет судить нас по Евангелию. Если человек не готов, ну и что? Только под причастие. Да нигде этого нет. Человек беснуется, болеет тогда. У него голова обязательно будет болеть. Ну, Василий Великий, насколько я помню, песком крестил. Вообще, сегодня только вот разговаривали. И, тем не менее, свят. Да, подождите. Кого крестили? Назовите по имени. Не могу. Я же вам говорю. Вы меня здесь сделаете. Нет. Ни одного случая в мире, в мировой практике не было. Это обман. Вас сатана обманул. Нет этого никогда. Я вам скажу, где. Это Духовный лук, 176 страница. И там написано, монахи шли дорогой с евреем. И он обратился к Богу. Но потом заболел. Путь долгий был. И они взяли его песком крестить. Песком. Это единственный случай. Но когда пришли туда, епископу Дионисию сказали, он говорит, не выдумайте, идите на Иордан и крестите. Дальше-то не договаривают. Они врут все время. Лжецы окаянные. Даже их книги, они об этом говорят. Если нет погружения, нет крещения. Слово крещение переводится погружение. Другого перевода вообще нет. Разве это я говорю? Я не могу не говорить. Игнать Тихонович, почему? Вы в ответе за то, что вы говорите? Обязательно, потому что это не мои слова. Это говорит Кирилл Иерусалимский. И скрываясь в воде, мы умираем. Выныривая из воды, мы рождаемся. Понял. Смотрите. Вот то, что это погружение, я с вами согласен, переводится как погружение. То, что должны, понятно. Но то, что женщина не должна причащаться, пока не покрестится, вы меня простите, Игнать Тихонович, это ваши слова. И то, что это является... Закончить тема, понятно. Я это сказал, что если человек готовится к окрещению, то и причащение не должно быть. Вот о чем смысл. Как он может причащаться, если готовится к окрещению? Так она крещена. Она крещена, вопросов никаких нет. Я вообще говорю людям. Я обязан сказать. Вот она приходит здесь, одна сестра, готовилась. Храм Московской Патриархии. А священник ее причастил. А сестра говорит, как ты могла причаститься? Ты же к окрещению готовилась. Она не мочёна никакая. Ну, вышел батюшка и говорит, кто не причащался, подходи. И когда третий раз сказал, я поняла, говорит, ко мне, говорит. Ну, сегодня это понятно. А Златоуст говорит, Иоанн Златоуст, если священник недостойно дает причастие, он губит себя и ее. Но, почему это от людей скрывает? Теперь, житие Макария Александрийского. 17 января, по старому стилю. Люди причащаются. А он видит в это время, в храме черти ходят, черти, эпиопы. И в рот уголь толкают людям. Почему вы это не знаете? Это не я говорю. Это в житие святых Дмитрия Ростовского. А люди-то не видят. А причастие, которое священник дает, оно, говорит, ангельской рукой уносится. И не причащаются люди. Их демоны причащают углем. Что это скрывает от людей? Это же не я пишу. Я только сказал, что вот это написано в житиях святых за январь месяц, 17-го числа. Ну вот видите, вы сказали, а как это на человека подействовало? Она теперь бедная бегает по городу и думает, кто бы ее погрузил. Я говорю, ну давай я тебя на крещение спрожу и погружу в прорубь. Скажите, какая моя вина? Если я говорю, как написано? Я говорю, Кирилл Русалимский сказал. Блаженный Афиопилак. Я должен еще глаза закрыть и, как говорится, страус, и не говорить. А Господь говорит... Нет, не совсем так. Я считаю, что вот мое личное мнение, что нужно говорить только с предположением того, как человек это поймет. Вот понимаете? Вот жена у меня понимает очень буквально и неправильно. Для нее это губительно. Мы уже в ответе, что человек после этого сделает. Мы сказали так, поняли, и нас не так, и сделали не так. Но в ответе-то мы... Игнат Тихонович, давайте я действительно, может быть, немножко на повышенном... Афан, вопрос я слышал. Вот смотрите, язык Иль, только не отходите, пожалуйста, чтобы гнев не победил здравый разум. Третья глава, восемнадцатый стих. Что-то у вас пальцы там это... Ага, да-да-да, прошу пальцы. Он говорит, если ты видел человека согрешающего, и ты его не предупредил, он погибнет, но его кровь я с тебя взыщу, почему ты молчал. Но если я сказал, а он не послушал, или понял неправильно, ты спас свою душу, а он погибнет. Я делаю точно по Писанию. Теперь. У нас каноны. Каноны, которые даны для жизни. Каноны. Без канонов в церкви православной нет. И вот мы считаем каноническое правило шестого Вселенского собора. Пятнадцатое правило. За тридцати лет не рукополагается присвятера. А если рукоположен, да извергнется. Это Вселенский собор, на котором четыреста тридцати епископов. Да я разве придумаю? Это вера православная на этом зиждется. Вера православная. Теперь. Хорошо. Вы говорите, мы говорим не служить в армии. У нас нет ни одного, кто не служил. К нам один просился, но не служил в армии, а он, ну арест называется, под себя мочился. Я пошел к военкому, добился, чтобы его не наказали и взяли в армию. И он отслужил. Наоборот, совершенно, Степан. У нас все служат. Но служат... Уже я про убийство, значит, имею ввиду. А? Про убийство на войне. Значит, об этом... Про убийство, да. Это убивать нельзя. Мы об этом говорим. Они служат. Наших людей никто не преследует. Никто. Они по закону поступают. Альтернативная служба, за больными ухаживать там, окопы рыть или на минном поле раненых вытаскивать. Эти люди нужны. Наших людей очень ценят и в военкомате. Я говорю не служить. Я не говорил никогда. Наоборот, совершенно. Такая моя вина. Я еще раз повторю просто, что вот мое мнение по жизни такое. Если... Вообще ко всему так отношусь. Не только к богословию, наверное. Что если я что-то говорю, и это имеет какую-то конкретную конечную цель, тогда действительно можно об этом говорить. А если эта цель не имеет, если это бесперспективно. Вот вы говорите о том, что извергнут будет до 30 лет рукоположенный. Но вы же знаете, что этого не будет. Вы говорите об этом, но тогда говорить нужно об этом на синодах, на епархиальных собраниях. Правильно. Минимум, минимум епископам говорить. Я написал... Пишу уже 50 лет. Не 2 года, а 50 лет. Всем епископам... Вот это правильно, Игнать Ильич. Вот это надо, наверное, писать. Патриарно пишу об этом. Я стучу, кричу. И уже делают. Делают. Которые раньше рукоположенные перестали служить. Они помогают в церкви. В 30 лет выходят на служение. Я говорю и вижу результаты. Купели строят по всей стране. Их ни одной не было. Игнать Ильич. Вот смотрите. А то, что... К чему приводит то, что вы говорите, это неразумным женщинам, неразумным парням, как бы слабо духовным... К чему это приводит? Я вам скажу, к чему приводит. Приходит девушка в храм и видит священника до 30 лет. Она к нему смотрит на него, как на прокаженного. Понимаете? Подходит к другому и говорит, а ты погруженный? Он говорит, нет. Все, тогда отойди от меня, да извергнут будешь. То есть, понимаете, к чему это приводит? Это вот к чему приводит. Мы даже искры правила... Вы сами себя этим дискредитируете просто. Вот и все. Нет. Не я дискредитирую. А кто... Ну, хорошо. Я сказал, на красный свет ехать нельзя. Ну, они едут, давят. Ну, моя ли вина, что они делают? Я обязан сказать. А какая будет реакция, с меня Бог не спросит. Он говорит, Бог верен, не молодой. Мы в ответе за тех, кого приручили. Понимаете? Это не только животное. Я открываю правила. А человек сам решает. Быть с Богом или по вымыслам человеческим. Вот, допустим, я беседую со священником. Он даже не здесь, в Германии. Я ему даю 136 свидетельств о правильном крещении. Не два, Степан. А 136. Он в ответ не одного. А вот там у меня есть один перешел. И вот он из Млютирана. Его не крестили. Иоанн Затоуз говорит, я тебе представляю закон владычный. А ты мне человеческие грехи. Это не одно к одному. Игнатий. Какая у меня цель? Цель моя такая. Быть верным Богу, чтобы все спаслись. У меня определенная цель. Это через любовь все. Вот когда человека любишь, ты будешь думать, что ему сказать, а что нет. Вы простите, не принимайте на свой счет, Игнатий Тихонович. Не обижайтесь на меня, ради Бога. Но просто вот, даже если есть у меня какая-то истина, и я знаю, что она может быть воспринята не так, или человек не так, я боюсь за него, я бы ему не сказал. А получается так, что жена моей этой истины нахваталась, а действует, а применяет она ее неправильно. И теперь у меня нет ни контакта с ней. Она ходит по углам, прячется. Она раздает визитки. Она говорит о том, что теперь в церкви мы ни свечек не покупаем. Ладно, не покупай свечки. Обедни не подаем? Хорошо, не подавай обедни, ради Бога. Причащаться не будешь? Господи, помил. Думаю, ну причащаться, ну ладно, отойдет, отпустит. Думаю, ну образумится. Ну как так-то? Кому не спрашиваю, все говорят, ну как, ну есть мнение церкви о том, что крещение истина. Оно истина. Да, может быть... Дальше не надо. Это нет мнения. Это заблуждение людей, потерявших страх Божий. Я глухой, поэтому громко говорю, вы меня простите. Этого нет мнения. Есть канон. Каноны. Вера во святую и соборную апостольскую церковь. Соборы вселенские. Апостольское пятьдесятое правило. Это вас обманывают. Я обязан говорить, а последствия от меня не зависят. Все еще... Кто меня обманывает, Игнатий? Меня обманывает полностью вся вертикаль в христианах. Все начинают патриархами, заканчивая последним диаконом. Меня обманывают. Так? Так тогда зачем вы ходите в церковь православную? Зачем вы тогда говорите о том, что РПЦ преемник апостольских учений? Да. Зачем? Давайте тогда скажем о том, как сказал Ипполит. Помните, был, когда был патриархом только стал, патриарх Кирилл, по-моему, тогда. Ипполит был такой архиепископом, да? Он сказал, да, церковь действительно больше не носитель истины. Потому-то... И вышел. А у вас, получается, позиция такая. Мы как бы вот здесь все не так, но мы как бы и здесь. Поэтому вы нас слушаете, потому что мы православные, но они неправильно делают. Хорошо. И сделать вы ничего не можете. Вы эту информацию даете, а люди ее пережевывают и не так понимают. Вы правы. Но вам не... Это не ваше поле деятельности. Вот моя жена, по крайней мере, вам нужно общаться с епископатом. Вам нужно писать патриархию. Степан, замыкает. Слова пропадают. Потихоньку. Их просто очень много. Ну-ну. Теперь смотрите. Вот у нас выставлено в интернете. Я нахожусь в епархии. В московской патриархии передо мной сидят священники. И я говорю слово 1 час 10 минут. И когда я закончил, обо всем сказал. Секретарь епархии, отец Сергий Беляев говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться. Я согласен. Епископы. Епископ. Я согласен с вами, Игнатий Тихонович. Они все согласны. Епископы-то. Я беседую с митрополитами. Ни одного нету, кто был бы не согласен. Они говорят, что мы боимся. Зимот нас запретит. Вы говорите. Вы нужны там, Игнатий Тихонович. Вы нужны там. Я согласен с вами. О том, что вы действительно очень много знаете, действительно по канонам пытаетесь построить и свою жизнь и жизнь близких. Я согласен. Но вы поймите просто, что вот то, что вы предоставляете эту информацию таким, как моя жена, на них это губительно влияет. Это не для них. То, что крещение не истина, это не для нее. Это для тех священников, которые это делают. Вот им сказать. Ребята, отцы, вы неправильно крестите? Давайте исправлять. Они исправляют. Господь с них спрашивает, как они крестят. А послушай, пожалуйста. А как вы понимаете слова Христа? Слепой слепого ведет и оба упадут в яму. Слово оба, что означает? Ну, как? Ну, я не знаю. Ну, давайте трактуйте уже тогда. Я, наверное, не догадаюсь. Я буду говорить священникам, а миряне не знают. Но он слепой. Оба упадут. Но тот, кто шел сзади, оба упадут. Христос предупредил. Это лукавая отговорка у вас. Я обязан сказать всем, и кто примет. К нам приезжают архиереи, и романахи, и священники, и принимают крещение, полное погружение. И возвращаются назад и теперь служат. К нам приезжают из дальних стран, там, из Германии, там, из других. Принимают крещение в полное погружение по православным правилам. Я нигде, ни в одном месте, ни грозу не сказал, что вот так надо делать вопреки правилам. А именно так Бог заповедал. Игнать Тихонович, а вы правда думаете, что это и есть спасение? Да, конечно, во всем спасение. Самое маленькое, говорит, упущение сделано, говорит Никифор, архиепископ. Великая, говорит, беда принадлежит быть. И Василий Великий говорит об этом. А нас, когда с женой венчали, свечой первую ее благословили, а не меня. Вот как к этому относиться? Я не понял, что с женой, когда венчали? Венчали нас, когда с женой свечой благословили перед венчанием. В самом начале. Не меня первого, а ее. А какую это роль играет? А я не знаю, Игнать Тихонович. Вот я поэтому... Вы понимаете? И Вас во время литургии, допустим, вот это когда я очень много лет в алтаре, опять же, по мнению жены, по-вашему, не имею права быть, но я с детства так получилось. Думаю, Господь простит меня, может быть, если я не прав. Я считаю, я все вижу как совершать литургии. Очень много священников по-разному служит. Очень много моментов, которые на службе опускаются. Непосредственно на литургии, может быть, какие-то там нюансы. Я сейчас не буду даже вспоминать какие-то, может быть, незначительные мелочи. То есть можно, в принципе, дойти до того и сказать, что в этом храме неистинной Евхаристии не было. Нет причастия в этом храме. Это все вот только вот вино и хлеб. Да, можно и так сказать. Потому что тоже... Вы поймите меня правильно. Просто вот я считаю, что это не для умов наших жен. Непосредственно для моей. Вот она у меня заблудилась практически теперь. Она ходит загруженная и считает, что все священники теперь грешники. В церкви чуть ли не благодати нет. Уходит, раздает, только Игнат Тихнич знает правду. Понимаете? Нет, я не говорил этого, Степан. Никогда не говорил, что священники нет благодати. Я наоборот утверждаю. Так а поняла-то она как? Ну, она рассказала так, что если он незаконно крещеный, то она его побуждает. Или неправильно рукоположенный. Она побуждает его к этим. Почему вы думаете, откуда знаешь, говорит, жена, не спасешь ли мужа? Откуда, Павел говорит, знает? Откуда вы знаете? Ваша жена может быть единственная, которая мужа спасет. А вы сейчас, я муж, я ей приказываю. Вы немножко подождите. Посмотрите результат. Так нельзя. Вы будете ее ломать. Даже и брак, развод. Да разве это от Бога? Нет, Игнат Тихнич, все пытаюсь, чтобы все сохранить в благостности. Да ну, пожалейте сами себя. Игнат Тихоныч, вот я вижу, вы человек очень умный. Мне с вами не ровно. Я вам не ровно. Но я просто очень вас прошу. Пока, вот, просто имейте в виду. Может быть, вы примете решение, пока не давайте. Я имею в виду, но приказать я не могу. Степан, дорогой. Вы ей скажите, и пусть она делает, как вы скажете в этом вопросе. Да, но она меня не слушает. Понимаете? Она говорит, я Будда. Она говорит, ты меня от Христа отвращаешь. От Христа не отвращаю. Вот тебе Библия, вот Евангелие, вот учение святых отцов, вот тебе церковь, вот тебе причастие. Пожалуйста. Пожалуйста. Я сам, я не в коме. А то выглядит она мученица, я Максимилиан. Вот поэтому очень важно. А вот учение Игната Тихоныча, тебе пока рано. Тебе, может быть, пока не по статусу, понимаете? Понимаешь, его слушать. Но жена меня не слушает. Поэтому я очень хочу, чтобы вы знали, что я против. Мне больше пока ничего сказать не хотят. Ну, подожди маленько. Игнат Тихонович, давайте так, давайте я все-таки подостыну. Может быть, даст Бог, еще с вами созвонимся и как-нибудь обсудим. Хорошо? Вы не обессудьте, но все, что я вам хотел сказать, я сказал. Ладно? Вы только понимаете, когда будете подходить к этому, к скайпу, помолитесь. Ладно. Потому что лукавые тут сильно действуют на людей, когда человек в огне. И написано, где в человечески не творит правды. Может быть. А вы знаете, был такой Нил Синайский, святой, он канонизирован. Он говорит, предвзятость, заранее уже против настроенной, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Ну, вот поэтому я отхожу, наверное, пораньше, чтобы, если что, я вам еще позвоню, Игнат Тихонович. Да, если Господь благословит, как будет. Да, дай Бог. Все, Игнат Тихонович. Я хотел сказать вам, что вы не желаете, чтобы было выставлено вот это в интернет наш разговор? Нет, Игнат Тихонович, не желаю. Ну, потому что не желаю. Я все-таки вам сглазу, но это было... Слушайте, Степан, вот вы правы, а я не прав. И все это увидят. А почему вы не хотите-то? Вопрос-то. Вы сами только что сказали, что в огневе не бывает истины. Вы хотите меня опозорить? Да позвольте. Так вы сами согласны, что вы не правы. Ну вот, Игнат Тихонович, я не прав в том, что я вам разгоряченный звоню. Все, что я сказал, я подписываюсь под каждым словом. На лето, на лето, пожалуйста. Я приглашаю вас с ребятишками отдохнуть к нам в лагерь. Посмотрим. Отдельную вам келью дам с Юлей. Игнат Тихонович, посмотри. Купаться, рыбачить будете, ягоды собирать. Посмотри. Не желаю. Пока в интернет не желаю. Так что потом видно будет. Ладно, Игнат Тихонович, простите, но я думаю, вы меня услышали все-таки. Спасибо. Только я скажу вам, вы помните, что оба упадут в яму. Не доверяйтесь людям. Есть закон, и по нему нас Господь будет судить по Евангелию. А по Евангелию мы видим, все совратилось. Вот я сейчас, если выставлю вам здесь, что говорили святые отцы, что в последнее время в храмы ходить нельзя будет, что золотые купола будут и прочее. Мы вплотную подошли. Не я говорю, Иоанн Кроштадский. Все понимают, такого разврата в церкви никогда не было. Такой распад. Что только не делают. Уже в православии начинают гомосексуалистов венчать. Это куда вы заехали-то? Куда? Игнать Тихонович. Андрей, ты что поднял голубое лобби? Это вы думаете, случайно архиереи запутаны в этом больше, чем, говорит, на 60 процентов, наверное. Бог ему судья. Бог ему судья. У церкви волков много. Бог им судья. Ладно, Игнать Тихонович, я отхожу. Спаси Господи, я думаю, вы меня услышали. Всего доброго. А вы слово Степан знаете, что означает? То ли земледелец, по-моему, не бы не ошибаюсь. Нет, это Георгий земледелец. Венец. Венец на голове. Жена для вас венец. Вы запомните, жена это венец мужа. Так что ваша Юля вас спасает. Вы на нее не гневайтесь. Она плохому вас не подскажет. Все, Игнать Тихонович отхожу. С Богом. Храни Господь вас.